А вы почему в нарушении всех приказов вы снимаете? Приказы это ваше личное дело. А вы не подчиняетесь? Вам не подчиняюсь. Так, давайте вы сначала... Так, вы сначала представьтесь. Куда вы убегаете? Я предложила съемку, вы обязаны получить разрешение. И приказ управления 30 октября то же самое говорит, потому что вы прежде чем сделать фотосъемку, и аудио даже съемку должны... Вы мне сейчас запрещаете вести видеосъемку? Да, я вам не знаю, что сказала. Приказ 298, это СССР, и приказ 30 октября управления... То это ваше личное дело. Разрешение на эту съемку с наличием вашего фотосъемка... Получает разрешение из-за дела. Из управления сделала, проходя 10 октября, так как привели к приказу, потом знакомится. Телефон убедите? Не имею права. У нас должник без разрешения проводит фотосъемку. Нельзя видеосъемку. Нельзя видеосъемку. Нельзя разрешения на видеофотосъемку. Нет. Это видеофиксация только самих документов, а не сотрудников. Вам видеофотосъемку никто не разрешал. Разрешали постановлением пристава. Разрешение должно быть оформлено как. Ознакомление, я видел, что у вас разрешено ознакомиться. Пожалуйста. Вот смотрите. Видеосъемку вам никто не разрешал отдельно. Нет, это правда нет. Она выдает. Да я не видела, что вы ведете видеосъемку. Когда вы зашли, я спросила, как вы будете знакомиться. Вы сказали, что фотосъемки вы ведете с самого начала. Я вот вижу, допустим, что вы ведете видеосъемку. А на каком основании вы меня снимаете? А на каком основании я не могу этого делать? Вы общественное лицо. Здрасте. Я на конец отходящийся при исполнении. Вот тем более. Не обязан я его получать. Вы ознакомьте его тогда и все. Я первый зашел по очереди. Как это я могу выйти, если я в порядке очереди зашел? Сейчас вы занимаете мое время и кабинет, пожалуйста. Так я в свое время пришел. Вы препятствуйте мне своему же приему, что ли, или как? Вы помните тогда, да и все, и он уйдет тогда. Вы сами притяжайтесь, как из человека. Есть отдельный приказ. Вы ходите по улице. На улице, ради бога, слово не в порядке. А вы заснимайте. Что тогда делаете? Я где что делаю? Ну, без простых, не надо подходить к руль. Там она за руку, наверное. Девушка. Это, это, обе. Да, и теперь 400 сентября. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прошлый раз сказали, что по каждому ограничению я должен, что ли, приходить. По какому ограничению? Я 10 дней назад приходил, Жыкова сделала половину и успокоилась. Какую половину? Я просил снять 14 ограничений. Она сняла 9, и все, остальные 5 висят. Вы сказали к вам обращаться по мере необходимости. Я жена в Зыковой. Производка у Зыковой. И ответы готовила Зыкова. Но почему она сделала половину только? Может, у нее спросила. Почему? Я на ваше имя писал письмо. Может, вы у нее спросите? Производка у Зыковой. Пожалуйста, Зыкова. Нет, там ограничения совершенно у разных приставов. Отвечал, ответ готовил Зыкова. То есть, если она сейчас не ответит, возвращаться к вам опять получается. Хорошо, я к ней сейчас иду. Здравствуйте. Мне по поводу ответа. Какого ответа? Снятия ограничений. Я так понимаю, вы были у начальника отдела, просили ответы предоставить вам. Дата получения ответа была отговорена, озвучена. Это была пятница у нас, 13-го числа. 4 часа я вожгла. Постановление в удовлетворении ходатайства со всеми копиями, направленные вам по адресу. Я получил. Но вы сделали там половину только. Половину чего? Половину того, что я просил. А что вы просили? Напомните, пожалуйста. Снять ограничения на транспортное сёс. А какую половину я сняла? 9 вы же сняли. Там их 14. Ну, 2 трети вы сняли. 5 висит. Какие 5 висит? Вот Султанова, которая. А моя фамилия как? Я не знаю. Мне только что Ховаль сказал, что вы занимаетесь этим вопросом. Моя фамилия как его? Ну и что? Я не знаю. Зыкова, наверное. Зыкова. Здесь фамилия пристава Султанова. Ну. Номер отдела регистрационный 10. Это Тагилстроевский отдел судебных приставов. Тагилстроевский? Да, Тагилстроевский. Вам необходимо обратиться с данным заявлением о снятии ограничений в службу судебных приставов по Тагилстроевскому заявлению. Все, что касается отдела под номером 9, все ограничения и запреты сняты и вам направлены почтой. Ну, надо было просто в ответе пометить. Я же не знаю, кто такой Султан. А я должна была помечать? Ну, в соответствии с письмом должны были, я так понимаю. Все, что касалось моей работы, все, что находилось у меня на исполнении, все ответы вам дали. Султанов Тагилстроевский, да? Номер 10, да. Ну, хорошо. А вы где проживаете? На территории Ленинского отдела и Тагилстроевского? Тагилстроевского. Ленинского. Почему адрес? Ну, а я откуда знаю. Понятия не имею. Хорошо. Можно прийти? Да. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...